Такие данные озвучили на очередном межведомственном совещании, уже 16-м по счету. На каждое приглашаются нарушители, которых выявили группы инспекторов в ходе рейдов по районам. Заместитель главы Сочи Ирина Романец таких нарушителей условно разделила на две категории. Те, кто намерен исправиться и делает это, и те, кто отчаянно спорит, намерен тянуть время и работать в тени. Остужая таких предпринимателей, выписан штраф – 120 тысяч рублей за каждого неоформленного сотрудника. То, что они есть, инспекторам выявить легко. К примеру, гостиница на 40 мест по стандартам требуется 6 рабочих. Часто отговорка, мол, это семейный бизнес, управляемся втроем. Но, как отметили на комиссии, такого понятия в законе нет. Заявили большую вместимость – будьте добры соответствовать критериям качества. Нанимайте родственников, но оформляйте, подчеркивают специалисты трудинспекции, хотя бы по минимальному размеру оплаты труда – это 10 775 рублей. Потому что выдача зарплаты в конвертах вредит и сегодняшнему бюджету города, и будущему бюджету самих сотрудников. Мы благодаря существованию серых схем, когда люди получают деньги в конвертах, не соблюдаем и не обеспечиваем пакет социальных гарантий нашим людям, нашим сочинцам. Это влечет за собой большую социальную беду. На сегодняшний день в городе Сочи из 135 тысяч пенсионеров, которые живут в нашем городе, 43 тысячи людей, которые находятся фактически за чертой бедности. Даже те, кто по постановлению комиссии сегодня начнет оформление трудовых договоров, обязаны проставить в них дату фактического начала работы. То есть, если сотрудник отработал весь сезон, то и расчеты должны вестись, к примеру, с 1 июня.